Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Я говорю, всякое может быть. Я не забегаю вперед. Но даже вы, люди вроде отвлеченные и настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках, и вы лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь. Нам бы этот период достойно прожить. Поэтому я желаю вам быть здоровыми, потому что воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом. Это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что он не боялся, он жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизни перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить. Я немножко разоткровенничался, ушел в сторону от традиционных празднест в этот день. Но куда от этого денешься? Да и вы, наверное, ждали, что я что-то по этому поводу скажу. Потому что, ну, давайте говорить откровенно, в силу нашей Конституции, все-таки от президента в нашей стране многое зависит. Я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. Ну, а кто прав, кто виноват, буквально через, сколько тут осталось, 4-5 месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами давлять не будет. Это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем. Мы будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как она будет развиваться. Сегодня на нашей планете страдают от всех болезней. Вы знаете, пневмонии, на которых мы зациклились все, коронавирусные, некоронавирусные болезни легких, это десятая часть от болезней других, и даже двадцатая может, и может сотая часть. У нас много людей, которые болеют сердечными болезнями, сердечно-сосудистыми. У нас много людей, страдающих от онкологии, от сахарного диабета, от ожирения. Вы знаете, вот мы вытаскивали, врачи наши молодцы в этом плане, они уже сориентировались, тяжелейших больных. Но скажите, как можно спасти человека под 80, уже с ослабленным иммунитетом, когда он не обратился к врачу при первых симптомах заболевания? Но если ты, извините мне, закашлялся, засморкался, ну позвони врачу. Мы тебя проверим в течение нескольких часов и примем решение, что с тобой делать, как тебя лечить. Поэтому поберегите себя, подумайте об этом. Я часто говорю, что в этом коронапсихозе есть много того и положительного, что мы оставим себе на будущее. Мы забываем о том, что выходя куда-то, надо руки с мылом хорошо помыть, надо жить в гармонии с природой, надо с любовью относиться к ближнему. Мы же это забыли. И когда стало трудно, все это пришло к нам. Дезинфекция улиц, домов, подъездов, что это так трудно, это несложно. И это даст свой эффект. И вот это с нами должно остаться навсегда, как вывод из этой сложной ситуации. Не переживайте. Если вы чуть-чуть сделаете навстречу своему здоровью и спасению, чуть-чуть, маленький шажок, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Хуже не будет. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены. Еще раз повторяю, только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию. Навстречу тому, о чем вы мечтаете. Берегите своих детей. Если мы будем вместе, все будет хорошо.